Парк Осиновая роща Долго ждали, когда будет литургия, когда троится. Ну, в храмы давно здесь ходим, но пока только акафист долго. Но все равно каждый выходной ждешь на время, бежишь сюда с другого конца города, и на всю неделю хватает сил. Осиновая роща – место историческое. Мызуха Пакангас, что в переводе с финского и означает «осиновая роща», государь Петр I подарил адмиралу Федору Матвеевичу Апраксину. Ее владельцами были граф Григорий Григорьевич Орлов и Григорий Александрович Потемкин. Во времена императрицы Екатерины Великой здесь был устроен земляной вал, защищавший Санкт-Петербург с севера. Последними владельцами имения были сестры – графиня Екатерина Владимировна Левашова и княгиня Мария Владимировна Вяземская. Невдалеке от усадьбы в Вяземских стояла до революции церковь святителя Василия Великого. Видите, какое ухоженное место. Бесхозяйственность последних десятилетий уничтожила ансамбль парка. На месте храма несколько лет назад православные активисты воздвигли поклонный крест. С тех пор каждое воскресенье в пять часов вечера читают прихожане у креста Акафе святителю Василию Великому. А потом вот эту будку обнаружили. Ну, она трансформированная будка заброшена. Никто не обращал внимания на нее. А потом как-то так получилось. Вот начали. Пришли мы с креста сюда посмотреть. Вошли вот в тот проход. Боже мой. Ну, ничего. Крыша есть. Вот чернаж здесь пели. И как-то вот так пошло, пошло, пошло. И так быстро отец Анатолий, он такой, хватки ли. Если в небесных обителях храм создан, возведение его на земле – дело времени и человеческой инициативы. Решительности упорства отца Анатолия и его сподвижников были настолько велики, что ни комары летом, ни суровые холода зимой не могли остановить регулярные молитвы святителю Василию. А средства на строительные работы, словно в дар за стойкость, явились как бы сами собой. Мне нужно было бы искать их у благотворителей, выпрашивать. Знаете, какой же священник, он постоянно что-то выпрашивает у людей. Он молится к Богу, Господи, пошли мне человека, который бы мне дал средства для того, чтобы я мог построить храм. Вот такая вот цепочка. А тут, благодаря телеканалу связи, вот такой человек появился. Я всех люблю, я им всегда очень рад, когда передача, хотя я просто жду, не дождусь, когда я попаду в эту атмосферу. В тот же день, вслед за литургией, в храме было совершено таинство крещения, а вечером – таинство бракосочетания. Мы от всей души поздравляем отца Анатолия и прихожан с началом их хористической жизни в новом храме и желаем им скорейшего завершения строительных работ. Продолжение следует...